Лекция номер 6. Корректировка налогоблагаемого дохода и перенес убытков. План лекции. Корректировка налогоблагаемого дохода. Налоговый учет убытков. Цель лекции. Ознакомь студентов с процессом корректировки налогоблагаемого дохода и правилами налогового учета убытков, чтобы обеспечить их способность правильно вести налоговую отчетность и оптимизировать налоговые обязательства. Из налогоблагаемого дохода налогоблагаемого дохода налогоблагельщика подлежат исключению в пределах 3% от налогоблагаемого дохода. Следующие расходы. Расходы, фактически понесенные налогоблагельщикам на содержание объектов в социальной сфере. Безвозмездно переданные имущества некоммерческим организациям. Спонсорская помощь. Адресная социальная помощь. Налогоблагельщики, использующие труд инвалидов, имеют право на уменьшение налогоблагаемого дохода на сумму в двукратном размере произведенных расходов. На оплату труда инвалидов и 50% от суммы начисленного от социального налога, от заработной платы и других выплат инвалидам. Налогоблагельщики уменьшают налогоблагаемый доход на сумму вознаграждения, полученного по финансовому лизингу основных средств, представленных на сроках более трех лет. Убытком от предпринимательской деятельности признается превышение вычетов над скорректированным совокупным годовым доходом. Убытком от реализации ценных бумаг являются По ценным бумагам, за исключением долговых ценных бумаг, отрицательная разница между стоимостью реализации и стоимостью приобретения. По долговым ценным бумагам, отрицательная разница между стоимостью реализации и стоимостью приобретения с учетом амертизации дисконта. Убытка от предпринимательской деятельности, а также убытка от реализации зданий, строений, сооружений, используя в предпринимательской деятельности налогоплательщика, переносится на срок до трех лет, включительно для погрешения за счет налогоблагаемого дохода до следующих долговых периодов. Убытки, образующиеся в связи с деятельностью, осуществляемым по контрактам на недропользование, переносятся на срок до семи лет, включительно. Положения данной статьи не применяются к убыткам, полученным налогоплательщикам за налоговый период в результате отнесения на вычеты амертизационных отчислений. Убытки, возникающие при реализации ценных бумаг. За исключением убытков от реализации акций и облигаций, находящихся на день реализации в официальных списках А и Б фондовой биржи, государственных ценных бумаг и агентских облигаций. Компенсируется за счет дохода от прироста стоимости, полученного при реализации других ценных бумаг. За исключением доходов от прироста стоимости при реализации акций и облигаций. Благодарю за внимание.